Муниципальные и дорожные фонды получат больше денег. Результаты капремонта домов будут проверяться строже, а работу так называемых наливаек вновь попытаются ограничить. Эти и другие решения приняты областными депутатами. Основные выводы в материале моего коллеги Артемия Заварзина. Один из главных вопросов сессии – двукратное увеличение норматива по отчислению транспортного налога, который платит физлица. Теперь 50% средств пойдет в бюджет районов, а 80% – в казну муниципальных и городских округов. Поддержали предложение губернатора с 2023 года, с начала года. Часть транспортного налога, который сегодня направляет только целевым образом на ремонт дорожной сети, больше предоставить возможности муниципальным образованием. В два раза мы увеличили те позиции, которые будут оставаться непосредственно в муниципалитете. Если переходить от процентов непосредственно к рублям, то мы предполагаем, что в ходе этого решения дополнительно 400 миллионов получат еще и муниципальное образование на решение такой важнейшей проблемы, как ремонт дорог. Также с 1 января 2023 года планируется увеличить отчисления от НДФЛ иностранных работников – 35% от консолидированного дохода в казну муниципальных районов и 36,5% для городских и муниципальных округов. Это увеличит ежегодные доходы бюджетов на 10 миллионов рублей. Кстати, о доходах. В минувшем году областная казна приросла на 35% по сравнению с уровнем 2020 года. Кроме того... Существенное снижение дефицита бюджета на 11 миллиардов рублей, а также снижение государственного долга к уровню собственных доходов. На начало этого года государственный долг составлял 42 миллиарда рублей, но по структуре доходов более 65% – это дешевые бюджетные кредиты. Выросли доходы в бюджете этого года на 1,3 миллиарда рублей. 90 миллионов пойдет на субсидирование авиа и ЖД-перевозок, 50 на капремонт школ. Господдержку в размере 100 миллионов рублей получат сельхозпроизводители. Из этих средств по государственной программе развития сельского хозяйства, из этих денег 85 миллионов рублей будут направлены на товарное молоко, на дотацию на товарное молоко, на килограмм проданного молока. И 15 миллионов рублей они будут направлены на покупку техники. Изменения в системе капремонта, точнее в механизме принятия работы по итогу. Ранее согласование всех выполненных обновлений с муниципальными властями и жителями носило по сути факультативный характер. Акт приемки было подписывать не обязательно. Сейчас будет не согласование, а именно подписание. Поэтому это очень важно. Уже определенная ответственность и уже муниципальное образование, потому что они обязаны уже прежде чем подписать, соответственно проверить и посмотреть. И в то же время сами собственники будут подписывать акт приемки. Ужесточить предложенные работы так называемых наливая к расположенных многоквартирных домах. Ранее реализовывать крепкие напитки могли только предприятия общепита на площади зала обслуживания не менее 50 квадратов, теперь не меньше 70. Я хочу сказать, что в некоторых субъектах северо-запада есть более серьезные ограничения. Например, в Вологодской области у них принят законопроект, где площадь зала установлена 80 квадратных метров, в Ненецком автономном округе 75 квадратных метров, в Коми тоже 75 квадратных метров. Мы пока приняли решение ограничиться 70 квадратными метрами и посмотреть, как этот закон будет реализован. Еще из решений почти на 2 миллиарда рублей на ближайшие два года увеличены средства для программы расселения авариек. Причиной стал рост цены контрактов из-за удорожания стройматериалов. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29.